Помните, примерно неделю назад, может быть чуть меньше, мне Богдана, девушка, которая меня смотрит, дала много щавеля. И он у меня хранился в моем холодильнике. Все с ним чудесно. Сейчас я его перемыла. Тогда я его не мыла, он у меня лежал в специальной зоне, где сохраняются продукты. В общем, я его перемыла. Сейчас я хочу его все-таки заморозить, потому что если его не переработать, он испортится, это будет очень жалко. Что я решила сделать? Так как многие писали, что после заморозки щавель остается таким же вкусным, я решила, что я заморожу, попробую. Я его никогда не морозила. Я подготовила пакеты, так вот надела, чтобы мне сюда порцию сразу порезанную складывать и порционно буду это делать. В общем, режу, режу помельче. Вообще, на самом деле, щавель, когда как бы ты его не порезал в супе, он все равно уваривается очень сильно и становится мелким. Вот здесь попадаются бодылки. Я их тоже порежу, потому что именно от них бывает вкусный именно этот кисленький щавелевый вкус. И я хочу, чтобы весь вкус, все витамины сохранились. В общем, посмотрим. Я никогда не морозила. Страшновато, чтобы он не получился невкусным. Ну, многие написали, что вкусно. Поверю. Будем делать так. И сразу буду складывать именно порциями, ну побольше. В один пакет побольше буду напихивать, потому что он очень уваривается по итогу. До последнего я сохраняла его. Думала, сварю еще раз сейчас зеленый борщ. Мы нас называли на Ставрополе это зеленый борщ. Щавелевый суп. Как угодно. Не сварила. Лучше переработаю. И вот как раз замороженного в ближайшее время приготовлю и попробую. И смогу понять, вкусно или невкусно. Если мне не понравится замороженное. Вот, например, замороженные кабачки мне вообще не нравятся. Они мне какой-то вот чем-то пахнут замороженным. Знаете, как будто бы не первая свежесть. В общем, я кабачки замороженные не люблю. Хотя многие любят и им нравятся. Грибы замороженные ничего, спокойно переношу. Но вот насчет щавеля не знаю. Зелень тоже замороженная, ничего. Так вот укроп нормально могу переносить. Но редко морожен, чаще покупаем свежий. Тем более у нас это не проблема. Можно купить, чтобы не забивать в морозилку. А так как щавель в принципе проблема, даже бывает летом его проблематично найти. Мне еще сказали, что можно банку закладывать, закладывать, закладывать. Вот банка стоит как на стерилизации. В эту банку постоянно закладывать, пока она стерилизуется. И он как в собственном соку уваривается и становится такая баночка чисто щавля. Закрыть его крышкой и все. Если вот этот замороженный мне не понравится, значит я так попробую. Куплю еще щавель, пока он продается, пока сезон. Очень бодрый, очень хороший такой щавелек. Прямо суперский. Смотрите, вот он у меня неделю пролежал. Я несколько листиков всего лишь выкинула. Такие, которые неприглядные показались мне. А здесь остальные прям шикарные. Наверное, на одну порцию хватит. Да, у меня тут на две порции всего лишь выкинули. Ну, не всего лишь, но на две порции, в общем. У меня моя подружка всегда с морозом тоже, Катюша. Иногда кажется крупновато, режешь. На самом деле, когда ему кидаешь в кастрюлю, он сразу уваривается. В пять раз. И густоты супу не придает вообще. Раз, раз. Кидаешь, 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 кидаешь. А густота не меняется, как уже суп. Удивительное свойство щавелек. Щавелек. Да, на два пакета я тут размахнулась. Шесть пакетов, что ли, достала. Или семь. Думала, у меня тут будет много нарезанного. Ну, вообще, целый таз, представляете? А у меня целый пакет огромный дала. Шикарный. Даже сейчас я режу. Мне хочется съесть. Он такой... Ммм. Численький, вкусненький. Плошь витамины. Ну вот и все. Весь порезали. Сейчас я его уберу в морозилочку. У меня минус 18 в морозилку. И она быстро замораживает. Ну, примерно, наверное, ведь я тут разошлась. Я бы уже шесть пакетов поставила. Ну, ничего, как здесь у меня лежать. Я его помыла. Вытушила, насколько это возможно было в горшлаке. И когда буду варить, я бы сразу... Это надо только открыть порцию. Вы думаете, много? Нет, немного, на самом деле. Я-то знаю, как... Ну, два пакета, две порции у меня есть. Класс? А, у меня, наверное, сюда, наверх. Надо сделать мороз. У меня есть клюква. Надо сделать сейчас клюквенный мороз. Самое времечко. Прохладим. Вот, слушайте, у меня еще есть... Фарш. Достану-ка я его. Чего-нибудь из него приготовлю. А что, например? Что, например, можно приготовить из фарша? Может, тефтельки? Он уже готовый полностью. Там есть все специи. Там у меня и лук, и чеснок. Все полностью. Замораживалась этими притетами, чтобы побыстрее размораживалась. Тефтели или что-нибудь, может, придумаю. Это слайд. Я, знаете, что хочу? Беляши. Уже давно. Но все, никак мои руки не доходят до беляшей. Может, я созрею. Я вообще сегодня десерт какой-то хотела приготовить. И тоже. Хотела-хотела. И снова у меня какие-то дела. То кухню мою, то щавель режу. Не знаю. Все, друзья мои. С щавлем расправились. Давайте приступать к следующему. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Спасибо.